52 года назад, 18 августа, постановлением Совета Министров СССР было основано Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков. С раннего утра на плац училища, здание которого сейчас принадлежит юридическому институту МВД, стали подходить выпускники и гости. Здесь же состоялся митинг и возложение цветов в бюсту героя Советского Союза Константина Павлюкова. Вы видели вот эту обстановку, эту атмосферу. Люди радуются, люди общаются друг с другом, делятся своими событиями, свершениями, проблемами, которые были за прошедший год. Всегда ощущение вот такого волнения, некоторой дрожи в груди. Встреча, эмоции, радостные лица. Жены, дети и внуки, выпускников, преподавателей, офицеров и прапорщиков, служивших в училище, тоже все прибывали на плац и присоединялись к колонне. Каждый год мы собираемся здесь со своими одноклассниками, однополчанами, сослуживцами, бывшими своими экскурсантами. Очень приятные воспоминания всегда. И с большим удовольствием и с большой радостью я отмечаю всегда этот праздник. Участники митинга построить колонну и торжественно прошли по проспекту Ленина до речного вокзала. Шествие по главному проспекту Барнаула проходило в сопровождении оркестра. Летчик – это романтическая профессия, но в то же время очень опасная. Наша авиация славилась во все времена. И в такие дни, как сегодня, каждый мальчишка, глядя на этих героев, мечтает покорить небо. За годы существования училища на Алтай успели подготовить 28 полноценных выпусков летного состава и 6 героев Советского Союза и России. И наши летчики до сих пор в строю. Хочется надеяться, что когда-нибудь в Барнауле вновь будут готовить тех, кому станут подвластны бескрайние небесные просторы. Александр Захаров, Павел Лаурин. Наши новости.